всем привет рыболовы любители в общем сегодня приехал я на озеро половить судачка приехал уже на очередное озеро в процессе вам покажу где бывал как ловил просто порой я даже рыбалку на судака не снимаю потому что это занятие такое знаете можно за весь день получить одну-две поклевки всего лишь судак несговорчивая рыба постоянно надо находить к нему какой-то ключик то ли приманку то ли проводку то ли он вообще отказывается клевать иногда просто за хвост дергает мелочь не заглатывает приманку в общем здесь очень много всяких таких нюансов поэтому чаще всего такую рыбалку не снимаю но сегодня решил поснимать приехал в очередное место такое на озерцо вроде бы здесь должен быть судак не знаю каких размеров проведу день в общем на этом озере порыбачим побросаем туда-сюда вот там под деревьями первым делом я приехал на дамбу всегда еду первым делом на дамбу потому что обычно это самая глубина на выходной дамбе если не будет клевать здесь то поеду на вход воды в озеро там мелко но порой как раз таки там судак и стоит это второй заброс первый я вам сейчас покажу думал не буду снимать пока не клюнет что толку как говорится есть уже опыт такой но ее моя вам права какая-то все с первого же заброса поймал судачка решил что снимать можно смело говорят что если с первого заброса поймал то все это рыбалки конец но это конечно же фигня полнейшая поставил самый легкий грузик сейчас посмотрю какая глубина с таким грузом будет комфортнее здесь бросать но из своего опыта скажу так чем легче груз тем лучше главное чтобы спиннинг позволял а главное плетенка делать проводки с такими грузами болеем зацеп ну вот вот это уже не хорошо то что здесь зацепы приманки конечно лишаться неохота первый же заброс судачок так чё можно было разве ничего себе так пойду за щипцами о вообще мелочь но все отклимался вот так вот так продолжим 3 заброса 1 судак 1 обрыв был недавно на одном озерце там столько я снастей оставил просто нереально это наверное самая дорогая по снастям получилась рыбалка за все время там просто каждый второй заброс стабильно зацеп был овсет джик рик ничего не помогало все равно зацеп постоянный посмотрите вот видео у меня есть с этой рыбалки а я пока здесь попробую что нибудь еще уговорить на поклевку поставил сейчас покрупнее приманку в надежде что может быть кто-то покрупнее клюнет и плюс свет белый это светонакопительная должна светиться о смотрите одного все-таки уговорил вот такой вот совсем мелочь но клюнул ай блин блин с силиконкой ушел придурок прикиньте ё-моё вот гаденыш интересно он вылезет теперь отсюда из этой бетонки как-нибудь ой блин ну начали поклевывать но это ж такая мелочь поеду я в общем на глубину блин только что дергал я просто обычную проводку делаю медленно-медленно сейчас только что стукнул судачок здесь блин как же сложно а ну если бы конечно здесь не было столько коряк я бы сегодня побольше рыбы здесь поймал есть блин да что такое нифига это все из-за оффсета все он виноват ну клюет прям вот здесь возле дамбы о вон оно видели видно было как он выскочил ничего себе сейчас дернул за хвост мелкий судачок надеюсь что здесь есть крупняк и не зря поставил покрупнее приманку попробую потом если что опять маленькую поставлю цвет какой-нибудь поярче агрессивный вот я не знаю цепляется за что то там возможно там есть бровка образовавшаяся когда возможно у озера спускали и текла чистая речка Возможно, там... Опа, ничего себе, какой удар! Вот это, да? Нифига себе! Вот это был серьезный такой ударчик. Здесь где-то неподалеку. Блин, надо ставить, наверное, приманку поменьше. Слишком крупная, видать. Еще один обрыв приманки. Ничего. Нового. Поставил оффсет. Сейчас посмотрим, оффсет также будет цепляться. Или, может быть, получится нормально, блин, хотя бы забросов 10 сделать без обрыва. Сейчас все равно хочу вот туда под деревья сходить, попробовать. Поэтому оффсет, думаю, нужен в любом случае. Ну, а оффсет это, блин, на 90% меньше шансов. То, что засечешь судака нормально. Прямо под берегом вот здесь. Только камеру выключил. Блин, вот как мне его доставать? Подсак не взял, блин. Плетенка очень тоненькая. Плетенка очень тоненькая. Айо-мое. Что-то я об этом не подумал. Плетня очень тонкая. Попробуем. Может быть, хотя бы не на спиннинге. Так, рукой. Эй, 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 не дергайся, блин, порвешь. Вот такой вот. Уже покрупнее экземплярчик. Уже поинтересней. Вот чуть начало холодать. Судачок стал более активный. Клюет. О, такой вот экземпляр. Ну что, крупнее здесь есть, нет? Ага, дружище. Уже поинтересней. Ну вот, только выключил камеру и поклевка. Вот как раз про то, что я говорил. Что здесь такую рыбалку сделать с поклевками, блин, заснять очень сложно. Сейчас пойду попробую под дерево. О, видели, рыба плесканул. Мне кажется, под деревьями тоже должен судачок стоять. Вот у этого, конечно, поклевка была такая, хорошая. Хоть он и не очень крупный. Вот так нормально клюнул. Блин, надо за подсаком сходить. А то сейчас еще кто-нибудь крупнее клюнет, тогда точно уже не вытащишь. Да, это рыбалка, конечно. Потому что уже поинтереснее, чем многие, на которых я был до этого. Вот именно на озерах по судаку. Сейчас вам покажу видео еще с одного озера. Там я приехал. Ну, буквально чуть-чуть побросал. Тоже поймал судака. Недолго мучился. И потом уже только под вечер начались поклевки. И такого мелкого дергает за хвост. И все. Не цепляется. Вот как раз в прошлом видео вы могли видеть подводную камеру, как это происходит. Поклевка в судачок подходит. Вот когда долгую паузу делаешь, посмотрит, посмотрит, за хвост прикусит, на вкус попробует и уплывает. Пока в подводную камеру не увидишь, не поймешь. Допустим, кажется, что здесь рыбы нет. Вот так сделаешь 10, 20, запросов 30. Думаешь, блин, рыбы нет. Что я здесь делаю? А когда смотришь подводную камеру, оказывается, что рыбы там полно. Но просто она не хочет никак скрывать. Вот в этом, конечно, мне подводная камера очень сильно помогла. В понимании именно. Особенно в рыбалке на форель зимой. Когда ты видишь, что плывет целая стая, даже на ничего, кроме форели, не видно в камеру. Полностью все заслоняет эта стая. И ты дергаешь там какую-нибудь приманку, а они даже и не думают, чтобы клюнуть. Ну-ка сейчас рядом с коряшкой есть. Блин, ушел. Видели? Под корягой сидел. Не просекся. Вот он не открылся. Видите, крючок. Пойду за подсаком схожу. Четкий тычок такой. Тук! И вот он, мелкий судачок первый. К сожалению, рыбалка на джик со своей очень редкой поклевкой на видео, конечно, смотрится не так хорошо, потому что интересно смотреть поклевки. А поклевки вот, блин, на камеру фиг снимешь. На самом деле. Так. Не хочешь зарод раскрывать. Ну вот, есть судачок. Он такой, мелкий. Поещик. Где 마аша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто какой-то нескончаемый поток летят и летят. Черный вот такие начали короче поклевывать мелкие бум-бум-бум-бум не засекаются это он догнал пару раз стукал я уже начал выматывать и и довольно таки быстро мотал он догнал и стукнул уже здесь под берегом ну вот вечером что-то начинается как вечером уже закат уже скоро стемнеет Взял подсак неудачный Благодаря которому я слил несколько форелей крупных в свое время Блин все хочу заехать купить и забываю заезжаю в рыболовный магазин И выхожу оттуда когда уже уезжаю потом только вспоминаю что хотел подсак взять нормальный Все поклевки вот прям под берегом буквально Там где-то на выбросе поклевок практически нет Вот сейчас опять хочу под этой коряжкой провести Может быть там еще кто торчит Сейчас посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Ну давай Рядом с коряшкой О, есть Видели, да? Говорю же Блин, опять сошел, да ты что Нормальный был Хороший судачок был Вот второй под коряшкой Блин, вот овсет Вот если бы не овсет 100% На 2 судака было бы больше Уверен на 100% Блин, как обидно Хороший был А ну-ка еще попробуем О, ничего себе Это что такое Прям сразу натяжка Не удар, а такая натяжка была Может быть толстолоб Какой врезался Блин, интересно Если обычный крючок здесь Зацепится Нет, вроде бы так чистое дно Но уже, наверное, поздно Наверное, кто здесь стоял И уже порасшугал всех Вот это удар был Гребаный овсет Но вот это уже интересная рыбалка На судака Не то, что обычно Ну-ка, сейчас попробуем По-другому чуть провести Вдоль этой коряжки С другой стороны Может быть, с другой стороны Стоит судачок Здесь, правда, и кушары Вон торчат на дне, вижу Сейчас попробуем Вот сегодня Долгая пауза Не дает никаких результатов Сразу после падения Если не ударил Обычно бывает Просто вот так вот Подольше держу Иногда случается удар Все-таки На долгой паузе Нет, там что-то есть Какая-то растительность Наверное Безо все это не получится В общем, тишина здесь Под этими деревьями Стараюсь как можно Более Ближе проводить к ним Но поклевок нет Вот здесь сейчас Что-то было Похожее на поклевку Вот здесь Прямо под деревом Не знаю Она ли это была Опа Блин Все-таки стоял судачок Е-мое Я даже не среагировал Я почувствовал удар Но я думал Что это Об дно Груз ударился Думал Оказывается Судачок взял Блин Говорю Стоят прям Под деревьями Они Но этот Конечно Уже вряд ли Возьмет Да Здесь довольно мелко Ну Вот он стукнул Блин А Интересно Интересно Конечно Сам виноват Что подсечку Не сделал Просто Показалось Что это Не удар был О Ничего себе Еще один Наверное мелочь Здесь стоит Прям мелочь Мелочь Все поклевки Чисто возле берега Там В долине Где Ни разу Ничего не было Сейчас пойду Опять на дамбу Пока Говорю Пекло Не началось Потому что Он может Перестать Клевать Сейчас Судак Это такая рыба Вот он может Сейчас Вот поклевать Час И все И потом Неделю Ни одной поклевки Не получишь Ну вот И на овсет Тоже зацеп Разницы Не особо Много Овсет Не овсет Если есть зацепы Ну никак Не избежать Бесполезно Что-то пытаться Даже Ладно Сейчас заменю Поклевок Здесь нет Особо Уже Поеду Сейчас Вокруг Озера Пока Сейчас пекло Бесклевее Будет Это Сто процентов Пойду Посмотрю Какие-то места Глубины И так далее Потому что Первый раз На этом водоеме Надо попробовать Посмотреть Все что здесь имеется Какие места Где коряжник Где отмель Где глубина Может еще как-нибудь Сюда вернуть Чтобы уже Понимать Куда ехать Изначально В общем Сейчас спросил Говорят Судак крупный Здесь есть Типа Прям огромный До 7 килограмм Не знаю Не знаю Посмотрим Сейчас поставил Агрессивный цвет Рыженький На него Поклевки Обычно Хорошо идут Только Овсет Великоват Мелких Не осталось На том озере Где Было Очень много Зацепов Поставлял Все овсетники Мелкие Одни Огромные Остались Посмотрим Может наоборот Даже и хорошо Сейчас посмотрим Под коряжкой На рыжий Клюнет Нет Из под коряжки Уже рыба ушла Вот здесь Сейчас были Несколько поклевок И там прям Подальше Где-то еще Случилась Одна поклевка Как раз Когда рыжик Этого поставил Сразу же Но пока Без результата Сейчас еще чуть Я отправлюсь По берегу Путешествовать До впадения воды А потом Может быть Вернусь По тому берегу Сюда Ух ты Что-то Короче Все Прямо Вот здесь Под берегом Под самым Бережком Шатал Вот оно Гигант Наконец-то Блин Боюсь За подсаком Идти Чтобы он Это В коряжку Не завел Вот это Поклевище Сейчас я его Сюда положу Вот так Вот это Поклевище Я понимаю Все-таки Здесь Крупняк Есть И стоит Он под Самым Бережком Ой-ой-ой-ой Гребаный Подсак Ладно Вот это Была Поклевка Я понимаю Такой Удар Мощнейший Опа Идем Сюда Ох Тяжелый Ой Блин Фу Хороший Хороший Как раз Клюнул В то время Когда Особо Не ожидаешь Поклевки Огромного Судочка Так Тише Тише Хороший Вот такие Вот это Приятно Конечно Не то Что всякую Мелочь Там Блин Дербанить Рыжик Сработал И Просек Еще Снаружи Как-то Опа Так Плетню Не порвешь Вот он Смотрите Классный Блин Полторашка Наверное Я думаю Да Где-то Полторашка Судак Самая Вкусная Рыба Ну Я так По крайней Мере Считаю Судака Самой Вкусной Рыбой Из всех Что я с ним Сделаю Вы из меня Спросите А я вам Отвечу Я его Отпущу Почему я Его отпущу Потому что Я буду здесь До вечера Во-первых Я не взял С собой Садок Во-вторых Ну Если даже У меня был бы Садок Я бы здесь Не таскал бы Наверное Его до вечера С собой Туда-сюда Пока бы я Переезжал С места на место Может я сейчас По-любому Отправлюсь Судак бы сдох По-любому А вон Змень головчик Маленький Смотрите Прям мелкий Мелкий Поэтому я Его отпущу Вот и все Забыл с собой Взять Хладогены Если бы Я допустим Хладогены Взял бы Я бы Его положил бы В холод И все Знаете Где ударил Этот судак Прямо Вот здесь Вот Вот здесь Прямо Сейчас попробовал С дамбы Опустил Подводную камеру Думаю Гляну Что там Может что интересное Увижу На дне Вообще Ничего не видно Буквально там Сантиметров Двадцать Наверное До того Мутная вода Вообще Нифига Не видать Поэтому Под водой Здесь Ничего Не снимешь Но зато Судак Вот Он видать Меня тоже Не видит Вот так вот То что я Взстаю Прямо Над берегом И вот Так вот Прямо Под берегом Клюет Так что Мутная вода В этом случае Наверное Больше плюс Чем минус Но как он Клюнул Блин Жалко Я этого Не снял На этот Лайтовый Спиннинг Это Выглядело Не то Что там Кончик Бах Как обычно Там просто Полудилища Буф Вот это Кайф Вечером Бы таких Поймать Пару штук Домой Теперь Попробую Поеду На Миляк На Впадение Воды Посмотрю Может там Какое-то Русло Есть Или еще Что-то Здесь пока Поклевок Нет Вечером Я все равно Здесь Буду рыбачить Здесь И там Вот Под этими Деревьями Буду Все равно Пробовать А пока Можно Попутешествовать Покататься Сейчас Нигде Не буду Останавливаться По дороге Сразу На впадение Приеду Озеро Довольно Таки Длинное Там Попробую Посмотрим Так Вот здесь Совсем Миляк С этой Стороны Прям Все Дно Видать Здесь Не особо Ну вот Она Дамба С другого Озера Где-то Вот здесь Значит Должно Быть Впадение Вот Здесь Особо Не видно Движение Воды Понять Не могу Где Она Именно Здесь Выходит Может Где-то Дальше Она По трубе Идет Непонятно Нифига В общем Сейчас Где-то Вот здесь Я буду Пробовать Ловить Да Рыбы Здесь Очень Много На каждой Проводке Кого-то Цепляю Стабильно И Судак Здесь Разумеется Тоже Должен Быть Заходить Сюда Кормиться Но Я не знаю Насколько Его реально Здесь Поймать На Джик Именно Во-первых Очень Много Рыбы Опа Ё-моё Чё это Ничего Себя Видели Ни хрена Себе Ничего Себе Фу Я Важно Испугался Если честно Нифига Себе Что это Змееголов Что ли Змееголова Поймал Прям Под кустами А это Сум Ничего Себе Прикиньте Сумик Нифига Себе Вот он Клюнул Непонятно А я думаю Чё такое На судака Ты не Похоже Особо Да блин Да иди Ты сюда Блин Отпущу Я тебя Всё равно Нафиг Как ты мне Не нужен Такой Мелкий Ай Блин Вот я говорю Дурацкий Пацак Просто Идиотский Вот так Вот Проще Сделать Сон Наджик Пожалуйста Ничего себе Прикольный Сомик Вот это Неожиданность Конечно Насчёт Сама Я точно Не знал Что здесь Водится Ну вот Не мог На Речке Поймать Сама Зато Вот На озере Поймал Ещё и Наджик О Прикольный Такой Маленький Блин Классный Давно Сама Не ловил Конечно Красавчик О Мелочь С пузиком Класс Сама Наджик Стоит копытом По воде Долбит Интересно Зачем Он Это Делает Взял Муть Поднял Теперь Пьёт Ты чё Всё рыбу Расшугал Пришёл сюда Рыбу Половить И он Как раз Решил К воде Спуститься Всё В общем Приехал На дамбу Встал Теперь Буду чисто Здесь Ловить Потому что Смысла Особо Нет Проехался Ничего Интересного Не нашёл Здесь Уже Устроился На стульчик Присел Все дела Здесь Уже Одна Поклёвочка Была Я Сейчас Точно Пробью Везде Где Есть Зацепы Где Нет Коряги Эти И Всё Такое И Потом Буду Ловить На Двойники Потому что Овсет Но это Никуда Не годится Столько Холостых Поклёвок Получается Пусть Лучше Оборву Несколько Оснасток Но Блин Зато Если Уж Будет Поклёвка Шансов Намного Больше Будет Рыбу Засечь Чем На Овсети Овсети В общем Поставил Двойник Думаю Блин Сейчас Всё равно Оторвал Короче Овсетный Поставил Двойник Ох Блин Ушёл Ну ладно Всё равно Отпускать Поставил Двойник И поставил Рачка Вот такого Нимбла Ни разу Ни одной Поклёвки Я на него Никогда Не получал Сколько Не пытался Ловить Вот Первая Поклёвка Всё-таки Случилось Я уже В него Даже Перестал Верить У этого Рачка Что он Может Что-то Поймать Ну а Кац Ловит Будем Пробовать Причём С первого же заброса Я Примерно Посмотрел Где здесь Коряги Оббросал Всё Сейчас Более-менее Безопасно Швыряю Где никаких Зацепов Нет В те Стороны Есть Ещё Один Нимбла О Змеиголов Выскочил Тоже За ним Посмотреть Но Мелочь Клюёт Судак Вот Сейчас Стало Пасмурно Я вообще Думаю Что должен Начаться Клюв Вообще Обалденный Мне так Кажется Ну Тихо Тихо Вот Такой Мелочь Опа Ну Я Когда Покупал Этих Рачков Больше Размера Не Был Он Такой Маленький Прям Совсем Можно Прикупить Конечно Покрупнее Чтоб Чтоб Его И Больше Заметно Было Ну Такой Он Хорошо Играет Двумя Лапами Машет Когда Проводку Делаешь Прикольная Приманка Конечно Машет С новой локации попался. Вот туда сколько раз не швырял, не клевал там. Сейчас что-то дёрну. Но опять-таки мелочь. Где крупняк? Я уже перебираю всякие разные ставлю. Уже вот такую маленькую розовую. Пару поклёвок уже на неё получил я. Жду, в общем, заката. Надеюсь, что крупняк будет на закате. Опять. Прямо вот здесь. В той же точке, где того здорового поймал. Но этот, правда, не здоровый. Но такой нормальный. Сейчас пусть вот здесь полежит. Пойду за подсаком. Шпулю открою. Вот прям под берегом опять начали хватать. Опа. 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 Такой тоже мелкий. О, е-мое, зацепился-то как хорошо. Здесь без щипцов не обойтись. Не знаю даже, какой там вес у него. Е-мое, я ему что, жабру повредил? Да. Блин. Наверное, не выживет. Хотел отпускать, е-мое. Жабру повредил. Уже вряд ли он выживет. Давайте заберем, что делать. Похоже, я здесь всю рыбу переколол. Уже практически закат. А клёва нет вообще. Вообще прекратились ударчики. Где-то полчаса назад ещё стукали судачки. И всё, короче. Отрезало. Отрезало. Не знаю, почему так. Может, всё-таки с погодой что-то не так. Начался ветер. А вот это вот уже точно для клёва не очень хорошо. Видимо, всё-таки погода изменилась. Не в лучшую сторону для клёва. Вот что клёв практически прекратился вообще. Жаль. Было на вечер надежда. В принципе, я бы уже, наверное, поехал домой. Но пока не хочу, потому что сейчас самое время пробок. Поэтому сижу. Так бы, наверное, уже можно ехать. Потому что клёва всё равно нет. Но в пробках стоять неохота. Я лучше здесь на берегу это время посижу. Чем сидеть там, дышать. Этим всем. Что там в пробке творится. Да, ветер усиливается. Видимо, поэтому и клёва нет. Ладно, я ещё здесь побуду. Ну а вам всё. Спасибо за просмотр. Это вот на самом деле была самая лучшая в моей жизни рыбалка на судака. Именно по количеству поклёвок. Такого точно никогда не было. Бывали дни с поклёвками. Но вот прям такое количество. Это точно впервые. Обязательно сюда вернусь. Не знаю, буду снимать видео или нет. Напишите в комментариях. Кстати, вам огромное спасибо за ваши комментарии. То, что вы пишете. Читаю всё. Огромное спасибо. Пишите такие вещи, что действительно стимулируют на рыбалку. Очень сильно. Всё. Я тогда скоро домой. Ну а вам пока-пока. Наверное, в следующую рыбалку поеду на Жериха. Посмотрю, как вообще по погоде. Может, ещё куда-нибудь на судака съезжу. Но, конечно, хотелось бы на Жериха поехать уже. Половить его на речке. Уже он должен клевать. Уже забыл, что это такое. Тащить Жериха. Его поклёвки эти мощные. В общем, всё на канале увидите. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok